И с этим мы переходим к теме «Изгнание и крест». И к диссертации Нормана Райта, известного исследователя Нового Завета. В своем исследовании он утверждал, что евреи во времена Христа продолжали воспринимать себя пленниками, несмотря на то, что находились в земле обетованной. Так вот, пришествие Иисуса Христа и Его крестная смерть были призваны ни много ни мало, а положить конец этому плену. И плен этот отнюдь не ограничивался только территориальным изгнанием. Христос был призван положить конец изгнанию из Божьего присутствия, восстановить возможность общения с Богом, положить конец тому, что в Бытие 3 символизирует херубим и огненный меч. Дегид, похоже, развивает эту мысль Райта. Когда он говорит следующее, это цитата из Дегида, «На кресте Иисус испытал острейшую боль изгнания, всю полноту наказания за грех человечества». Подтверждением этому служат слова из Евангелия от Матфея 27, 46. Матфея 27, 46. Когда из уст Иисуса врываются слова из 21-го псалма, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Иисус как бы терпит изгнание за народ Божий, с тем, чтобы этот народ мог вернуться домой, к Своему Отцу. По-моему, это мысль небезосновательна. Если вспомнить, к примеру, служение Иоанна Крестителя, которое стало исполнением пророчества из 4 главы книги пророка Малахии о приходе Ильи, то его можно рассматривать как воссоздание служения Израиля. Иоанн стоит у Иордана, месте обретения свободы от египетского рабства, реки, которую после странствования по пустыне нужно было перейти, чтобы войти в землю обетованную, и это Иордан. Те, кто желает покаяться, омывается в водах Иордана и вступает в обетованную землю. Служение Иоанна Крестителя упоминается в самой первой главе Евангелия от Марка со ссылкой на пророчество из Исаии 40. «Вот я посылаю ангела моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою». А это значит, изгнание окончено, на престоле ваш Бог. Путь готовит Иоанн Креститель, и готовит он его Иисусу Христу, тому, чье пришествие замыслено Богом, «Кто станет основой для восстановления Божьего народа». Поэтому неудивительно, что он собирает себе 12 учеников. Исключительно наглядный образ. Восстанавливаемые 12 колен народа израильского. Изгнание заканчивается. Происходит возрождение Божьего народа, начало которому Иисус. Но подробнее об этом мы поговорим чуть позже, в рамках темы «Мессия». Желающим более глубоко исследовать тему восстановления Божьего народа, а также роли в этом Иисуса Христа и Иоанна Крестителя, рекомендую познакомиться со статьей «Тоста на Морице». В словаре под редакцией Кевина Ван Хузера, который называется «Словарь богословского толкования Библии». «Словарь богословского толкования Библии». И этот словарь, и новый словарь библейского богословия, весьма полезно иметь у себя в библиотеке. Статья по Евангелию от Марка написана Тостоном Морицем, и она послужит прекрасным видением в обсуждаемый нами вопрос. «Иисус — это тот, кто своей крестной смертью положил конец изгнанию». А как же мы с вами? Этот вопрос переводит нас к теме изгнания и межвременного периода. Мы с вами живем в эпоху под названием «уже, но еще не», с ее внутренним противоречием, столь фундаментальным для понимания Библии. Как в Божье взаимодействие с человечеством вписываемся мы с вами? Первое послание Петра приобретает здесь особое значение. Ведь мы до сих пор живем за пределами Эдема. Домой мы еще не пришли. Путь не окончен. Первое Петра как раз и начинается с темы изгнания. Посмотрите, что записано в первых двух стихах первой главы первого послания Петра. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир доумножатся». Эти слова адресованы пришельцам. Звучат они в самом начале послания. Однако, с другой стороны, Петр еще раз утверждает статус читателей как Божьего народа, рассеянного в изгнании. 1 Петра 2, стихи с 1 по 9, например, звучат так. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». К чему здесь апеллирует Петр? Он апеллирует к исходу 19, с его образами Израиля, выведенного из рабства и собранного вокруг самого Бога на Синае. «И как описываются те, кто собран на Синае, как род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Исход 19. Теперь этими словами характеризуются читатели Петра. Находящиеся в изгнании так и есть, а не народ Божий. Но в каком положении они в тот момент находились, с эсхатологической точки зрения? Стихи 11 и 12. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев. Увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Пришельцы и странники, путники, пилигримы, путешественники, те, кто в пути. Для таких людей апостол Петр открывает небесную перспективу. Он акцентирует тему надежды, упования. Опять-таки, с самого начала. Давайте снова откроем первую главу. Стихи из 3 по 5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Итак, вы уже Божий народ. Но многое еще впереди. Наследство. Спасение, готовое открыться в последнее время. Но это — дело будущего. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com «Мы уже восстановленный народ Божий, который пребывает в общении с Богом, но еще не вошел в Его присутствие. Путь домой еще не окончен». При этом дом — это не некое гностическое бегство от тела. Это не манихейское отвержение материального порядка. Мани был пророком третьего века, у которого было своеобразное восприятие Бога, а точнее, богов доброго и злого, и материального творения. Согласно гностическим манихейским представлениям, «Спасение состоит в бегстве или отрешении от материального мира, в отрешении от тела». Новозаветному учению это противоречит. В эсхатологической перспективе нам открывается нечто иное, согласно библейскому учению. Я уже выражал эту мысль раньше. Небеса, если следовать Библии, — не конечный пункт. Конечный пункт в библейской эсхатологии — это новая земля и новое небо. Давайте обратимся к теме «Исход и грядущий мир» и еще раз к 21-22 главам книги «Откровения». Вот образ «Последнего времени» — Божий народ, назначенном Богом месте, живущий по Божьим законам в присутствии святого и любящего Бога. Новый Иерусалим, сошедший от Бога с неба, в контексте новой земли и нового неба, что описано в первых пяти стихах 21-й главы. «Святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Как я уже упоминал, этот Новый Иерусалим представляет собой некое архитектурное чудо огромных размеров куб. Стих 16. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта, и высота его равны. Это образный язык. Помните, я уже говорил, что единственное другое помещение в Библии, которое имело форму куба, была святая святых, место, где пребывал Бог, в скинии и в храме. Об этом мы читаем в 26 главе книги «Исход». Главная мысль состоит в том, что образ последнего времени это образ священного пространства и священного времени. Присутствие Божие уже не требует храма, не требует отведенного для этого места. Посмотрите, что написано в Откровении 21-22. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его, и агнец». Изгнание совершенно и определенно окончено. Вот что здесь читается. Присутствие Бога и агнеца свидетельствует о том, что нужды в храме больше нет, в храме как месте, где пребывает Бог. Вместо Него – священное место и священное время. Итак, что же мы с вами рассмотрели во введении к теме изгнания? Мы постепенно двигались от истории грехопадения, Бытие 3, далее к искупительному замыслу Божьему и его осуществлению, вплоть до Откровения 21-22. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»